Составляющая успеха любого города – это люди, которые заботятся о нем, которые в каждое свое дело вкладывают душу и сердце. Вот такие и есть брещане. Для нас Брест – самый лучший город на Земле. И благодаря инициативности и ответственности людей город над Богом неоднократно был признан лучшим в стране. Неоднократно становился лидером и Ленинский район. Здесь знают толк в красоте. Неудивительно, городские старейшины умеют креативить, умеют и награждать за креатив. Мы сегодня в администрации собираем неравнодушных людей. Неравнодушных людей, которым неравнодушен наш город. Вот его красота, уют – это те люди, которые активны. И они хотят, чтобы наш город стал более уютным, более благоустроенным, ярким и красивым. Два инициированных администрация конкурса «Цветы родному городу» и «Смотра конкурса по благоустройству» несомненно вызывают интерес и у предприятий, учебных заведений, и у домовладельцев. Стоит сказать, что каждый из них достоин почетного звания «Лучший». Настолько ответственно подходит организация учреждений к состоянию прилегающих участков. В каждом проекте есть ландшафтная, архитектурная концепция и, конечно же, нотки души тех, кто в свое время делает любимый Ленинский район краше и лучше. «Оценивался вклад каждого в именно благоустройство нашего родного города и нашего района. Сегодня мы чествуем не только победителей. Мы сегодня собрали и выскажем слова благодарности всем тем, кто участвовал за их активную позицию, за то, что они хотят действительно проживать в таком прекрасном районе и городе». Жюри пришлось непросто, однако победители все же были определены. Среди учреждений, лучшим в оформлении прилегающей территории, признанное унитарное предприятие «Брестводоканал» здесь всегда стараются сохранять и поддерживать уют и порядок. «Работники «Брестводоканала» всегда и в любое время года облагоустраивают территорию и само предприятие, поэтому все люди в этом заинтересованы. Поэтому вот такая вот красота и чистота у нас и находятся». Творчески подошли к оформлению своей территории учреждения общего среднего образования. В первую очередь это проявилось в проектах ландшафтного дизайна. Победителем в очередной раз признана средняя школа номер 17. Статус лидера среди учреждений образования Ленинского района школа получила благодаря безграничному вдохновению педагогического коллектива. «Всегда хочется брать новые вершины, но и, скажем, и у нас и коллеги не отстают, тоже подстегивают и очень-очень хорошие. И у них тоже есть идеи и задумки. Поэтому все работают, все стараются, чтобы Ленинский район всегда выглядел достойно и красиво. Работаем не только на себя, работаем и для тех людей, которые живут рядом, и всегда приятно тем людям, которые ведут детей в школу, чтобы та школа, куда они их ведут, выглядела достойно и красиво. Ну и, конечно же, последние задумки, которые есть в ландшафтном дизайне, которые есть у других, мы стараемся тоже учитывать и применять у себя». Отметим, что в этих конкурсах все участники проявили инициативу. Детские садики, территориальные центры социального обслуживания, население, драмтеатр, зональные центры гигиены и эпидемиологии. А как украсили дворовые территории, креативному подходу к благоустроенности своих участков можно позавидовать. Итак, итоги подведены. Однако, уверены участники смотра конкурса, это не повод расслабляться. В Ленинской администрации уже объявлен новый конкурс. «С 15 декабря администрация Ленинского района объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций домов частного жилого фонда, домов многоквартирного фонда. В нем могут принимать участие как представители предприятий и организаций, так и все жители города Бреста. Для этого надо предоставить фотографии новогоднего оформления к нам в администрацию Ленинского района посредством электронной почты и дальше, в общем-то, ждать. В этом году будут некоторые изменения в условиях конкурса. Он будет проводиться по девяти номинациям. Однако, в каждой номинации первые три призовых места будет определять жюри. Однако, по-прежнему сохранится интернет-голосование. С 13 по 20 января будет проходить интернет-голосование и помимо первого, второго, третьего места будет определён лучшее предприятие по итогам выбора Брещан. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Гюри Лемантович, Новости Бреста.